всех приветствую и сегодня хотел поговорить на тему гитарного учительства то есть начну с такой небольшой истории бытовой которая произошла то есть у меня был один ученик которым так неплохо валил рифы и соответственно высекал но по сольным вещам так особо не не заморачивался и вот на какое-то время он пропал и потом появляется и пишет мне говорит вот зацени типа мой новый запил и короче я открываю там иду по улице открывая с телефона этот трек которым прислал и честно говоря храневая то что звучало вот так вот то есть как видите очень и и очень неслабо соответственно спросил у него что это вообще такое то есть реально прям душа запела были вот круто все-таки человек посидел постарался в итоге оказалось что он просто занялся плотной звукорежиссурой и соответственно эту запись просто тупо подровнял и ускорил то есть сразу немного опустились руки но вот когда я потом уже надел наушники внимательно послушал да конечно слышно что но ты такие немножко неестественные когда так у них такая чуть подсмазанная но тем не менее конечно для массового слушателя это звучит забойно я лично это никогда не понимал то есть ни одну ноту никогда не двигал ничего не ускорял не замедлял то есть не вижу в этом смысла потому что опять же мои любимые топовые гитаристы те же самые там кодсон и гилберт и прочее слушая их записи внимательно все равно есть маленькие госячки там дабл трек немножко разъехался там бывает чуть раз там выскочил вперед ударки крайне редко но тем не менее бывает там шорох пролез но видно что это как бы виртуозы но это живая игра то есть я уверен что они сидели там с компом и не подгоняли вот каждую нотку то есть звучит в принципе ну похоже и на концерте и и так соответственно прибегать ко всяким этим уловкам я не знаю зачем это нужно может быть какая-нибудь ситуация если допустим вы такой гитарный остолоп который всю жизнь просто пробухал в падике но вы например такой обаятельный человек вас взяли в какую-то команду просто по личным качествам у вас какие-то связи может быть есть и у вас прям горит запись альбома и фанаты ждут а вы прямо слабое звено и прям понимать что пришли на студию это и сыграть ничего не можете ну тогда может быть да имеет смысл сделать такой чит то есть там реально по одной ноте нарезать и дать звука чушь чтобы он соответственно все это ускорил или может быть там пугать не знаю ваших подписчиков на ютюбе то есть я даже не понимаю но все равно я считаю что рано или поздно спалят то есть когда ты сделал такие вещи ускорил там подогнал пальцем повазюкал естественно какой-то запись нам подровнял но все равно все тайны становится явным поэтому спалят я думаю самый честный вариант это все но брать вот и соответственно время делаю я просто беру записок внутри в линию но параллельно сзади подкладываю звук оригинальность камеры конечно да звук похуже жалусь типа что там мухает бугнит но тем самым я покажу что честно же это сил и отыграл то есть вот они совпадают звук который пошел с камеры звук который идет в линию то есть мне кажется это самый правильный вариант поэтому вы же это делаете в итоге все равно для себя если он по-хорошему так поднасрать то есть вы прям так относитесь гитара техники там фу на тебя то есть ну туда конечно может да есть есть смысл сидеть и равнять все это дело и там бэнды подтягивать и про спаси человека который какой-то виртуоза которого задать запишет сессионного но я к этому отношусь крайне негативно просто реально вот этот кайф к даже если ничего не записываешь просто сел врубил ударку и ломанул так что прям сам радуешься мне кажется кайф он бесценен поэтому старайтесь играть на гитаре честно а я в свою очередь постараюсь вам помочь в развитии ваших технических навыков и помочь здесь говорят правда игра на гитаре так что всем успехов скоро продолжим пока